Муниципальный конкурс «Ученик года» — это ежегодное состязание ребят, которые хорошо учатся и показывают отличные результаты в конкурсах, а также принимают активное участие в жизнеобразовательном учреждении и города. Каждая школа Новоуральского округа традиционно представляет своего кандидата на звание лучшего ученика. Но только один человек из всех претендентов выходит в финал. В этом году большая часть конкурсных испытаний прошла в дистанционном формате связи с пандемией. Однако конкурсантов это не испугало. Наоборот, любую нестандартную обстановку можно переиграть в свою пользу. Это конкурс самопрезентации. Претенденты рассказывают о своих достижениях в необычной форме. Добрый день, меня зовут Мамонова Валерия. Я ученица 10-го А класса школы номер 54. Давайте попробуем представить, что наша жизнь — это еда. Идею преподнести свою жизнь в виде еды мороженого отличница Валерия Мамонова вынашивала с летом. Она очень любит сладкое, поэтому в процессе употребления очередной порции этого лакомства она решила показать успехи в разных областях в виде отдельных ингредиентов для вкусного мороженого. И что каждый наполнитель играет свою роль и несет свой вкус в завершенном готовом продукте. Вафельный рожок в нем — это моя семья. Он сладкий, мягкий, со вкусом, напоминающий дом и уют. Моя семья — это помощь и поддержка мамы, сила и забота папы. Валерия упорно и много готовилась, чтобы успевать координировать речь с наглядным материалом и чтобы самопрезентация получилась яркой, необычной и вкусной. Я думаю, что каждому участнику необходимо понять свои сильные стороны, осознать, что он единственный в своем роде и не бояться показывать это и, соответственно, делиться с миром своими идеями. Следующий после Валерии Мамонова жюри предоставила слово учнице городской гимназии Лидии Дорофеевой. Победительница «Большой перемены» уверенно и легко представила презентацию о своих достижениях. Мои увлечения — волонтерство, фотография, игра на гитаре. Изучаю основы живописи, композиции, истории искусств. Занимаюсь журналистикой и маркетингом в социальных сетях. Старшеклассницу Лиду в гимназии знают многие. Она хорошо учится, успешно проявляет себя в общешкольной жизни, не входит в совет гимназистов, проводит летучки и планерки для юных журналистов школы. Лида не скрывает, чтобы уверенно держаться перед жюри и камерой, нужно много работать над собой, над речью, над осанкой и даже как правильно дышать во время выступления. Подготовка заняла достаточно много времени, и она была очень упорной, потому что я знаю, чтобы показать себя, показать нашу школу и защитить честь гимназии, мне нужно выступить лучше всех. Поэтому я очень старалась. У нас ученики, конечно, любимые. Принимаем мы участие в этом конкурсе каждый год. В прошлом году только мы, по-моему, не принимали участие. И каждый год мы выбираем из достаточно большого количества претендентов. Их всегда практически побеждаем. Но за последние лет пять мы точно держали первое место всегда. Каждый раз пытались найти самое интересное, раскрыть творческий потенциал наших ребят. В этом году выбор пал на Лиду, потому что она действительно нас порадовала. Она стала победителем большой перемены. Она очень старательная, у нее очень приличная портфолио. Ученик года для новоуральских старшеклассников – это не просто конкурс, это праздник, целое событие в их школьной жизни. Образовательное учреждение представляет один ученик, но готовится к выступлению большая школьная команда. Волнуются и переживают все. А на участники состязания двойная ответственность, ведь он представляет и себя, и родную школу. Как и в прошлые годы, участники очень яркие и представительные. Они активны во многих сферах своей школьной жизни. Их знают в Новоуральске и по другим фестивалям и конкурсным мероприятиям. Самый волнительный момент для участников еще впереди – это оглашение результатов конкурса. О них мы узнаем в ближайшее время и расскажем в наших эфирах. Наталья Раупа, Элсизов, Новоуральская вещательная компания.